На днях кингисепцы могли наблюдать, как пожарная колонна вместе со специализированной техникой двинулась по улицам города. Спасатели направились прямиком в пятую школу. Учебный год здесь начали с пожарной тревоги. По громкой связи объявили о том, что сработала сигнализация. Организованно начали эвакуировать детей. Выйдя на улицу, школьники увидели продолжение замысла спасателей. В открытом окне второго этажа знакомая фигура. Учительница физкультуры не смогла вовремя выбраться из огненной стихии. Сымитированный дым делал ситуацию совсем правдоподобной. Представители МЧС приступили к операции по спасению. Это своеобразная тренировка. Она полезна и для самих пожарных, и для тех, кого они защищают. Очень важно в экстренной ситуации не растеряться и четко знать порядок действий. Дети встречают спасенного педагога. Целая и невредимая Ирина Владимировна возвращается в общество. Толпа ликует. Они не пропустили ни одного момента. Дети очень переживали, даже испугались. Увидели, что человека спасли. Все выдохнулись облегчить. Но так и не поверили, что это учебная тревога. Я им долго объяснял, успокоил, что это все-таки все учебное. Не надо переживать. Переживали очень. Группа Марины Анатольевны попала сюда случайно. В соседнем детском саду малышей вывели на прогулку. Увидя на улице пожарный кортеж, они двинулись следом, чтобы разузнать, что случилось. Дети очень понравилось. Мы очень благодарны, что такое организовывается. Это очень наглядно, очень демонстративно и поэтому познавательно. Познавательно для воспитанников детского сада и школьников, для самих учителей и воспитателей. Да и пожарным необходимо быть уверенными в себе и в своих действиях. Начальство, несмотря на то, что нашло недочеты в действиях спасателей, в целом работу оценило хорошо. Ну, в целом, да. Ребята, в общем-то, тренированные, опытные, свою задачу знают. В целом, тренировка состоялась на оценку разуза. Помнить про технику безопасности никогда не бывает лишним. Но если беда все же пришла, главное не предаваться панике, а прислушаться к специалистам. И тогда спасение гарантировано. Субтитры создавал DimaTorzok